Наверное, каждый, кто сидит в интернете, встречался с попрошайками. Речь идёт не о спамерах, а о реальных людях. Их называют кибернищие. С целью сбора милостыни они открывают сайты. Особенно популярно это в Америке. Спасите, помогите, дайте, пришлите, заплатите. С таких слов начинаются просьбы. И просят не на хлеб, а на товары и услуги. Погасить кредит, купить автомобиль, снять фильм или музыкальный альбом. Просят от нескольких центов до миллиона долларов. К примеру, этот мужчина хочет всего лишь деньги на новые ботинки и одежду, чтобы устроиться на работу. Одной из первых, кто открыл такой сайт, Карин Боснак. В 2002 году она начинала работать продюсером утреннего ток-шоу. Зарабатывала немного, но очень любила ходить по магазинам. Из-за чего появилась задолженность по кредитке в 20 тысяч долларов. Чтобы погасить долги, она разместила объявления с текстом. «Всё, в чём я нуждаюсь, это получить по одному доллару с 20 тысяч человек. Или по два с 10 тысяч». В итоге люди перечислили ей более 13 тысяч долларов. Сегодня «Мисс Боснак» весьма популярна. История кибер-попрошайничества подвигла её написать две книги, одну из которых даже экранизировали. Есть среди попрошаек и мошенники, и те, кто рассказывает реальную историю. Как правило, настоящие люди указывают полные имена и подробно расписывают свои несчастья. Есть и шутники. Один просит сделать его богаче Билла Гейтса, другой копит на джип. В общем, электронное попрошайничество расцветает и уже заполняет казахстанский контент. Только вы сами можете решить, будете ли помогать.